Слушай, Александр Сергеевич, какие проблемы у вас? А где можно посмотреть актуальную статистику по заболеваемости коклюшем в Беларуси? Значит, актуальную статистику коклюшем в Беларуси на сегодняшний день оперативную вы не посмотрите, наверное, нигде, потому что она не рассматривается в связи с тем, что это редкое заболевание, она не проводится. А годовую статистику можно посмотреть в официальных справочниках Минздрава. Вот, я точно знаю, что за весь 2023 год всего 881 случай был, а за 4 месяца 2024 года в Беларуси официально зарегистрировано 1531 случай. Здесь вам не могу сказать по количеству точному, потому что коклюшем заболевания на сегодняшний день достаточно редкое, поэтому оно не на слуху. Ну, вроде бы как растет заболеваемость. У любого заболевания имеются взлеты и падения. Кстати, там в Гомельской области есть вспышка пневмоний, и насколько вероятно, что эти пневмонии у детей вызываются микоплазмами, связанные с коклюшем? У нас очень много фейковой информации, которую любят распространять лица, которые не имеют к медицине ничего общего. Поэтому, если вы желаете получить более точную информацию, вы можете обратиться в Бобруйскую центральную больницу или в санитарно-эпидемическую службу. А делают ли тестирование на коклюш в случае выявления микоплазматической пневмонии? При определении пневмонии той или иной идеологии проводится обследование на возбудителей для того, чтобы назначить правильное лечение конкретно под данные микроорганизмы. То есть, делают анализ на коклюш при выявлении пневмонии, микоплазменной пневмонии? Дело в том, что обследование производится в соответствии с клиническими проявлениями. Если клинические проявления похожи на той или иной заболевания, то в первую очередь на тот микроорганизм, который вызывает похожую клиническую картину, производится исследование. Какие действия принимает Министерство здравоохранения в условиях увеличения заболеваемости коклюшем? Значит, у нас же не отчет с вами. У нас прямая линия, которая выясняет проблемы по поводу того, что вас беспокоит лично. Все остальные пресс-релизы дает пресс-служба. Так ничего не предпринимаете? Вы звоните с какой целью? Интересующую вас различную фейковую информацию? Так а скажите, где фейковая? Где фейковая, чтобы можно было знать, что фейк, а что... Вот у меня на сегодняшний момент, сейчас звучат тоже дополнительные звонки по телефону. Но вот людям, вероятно, нужна помощь. Так и нам нужна помощь, потому что есть вспышка коклюша. Вопросов у вас нету вспышки коклюша, поэтому если других вопросов у вас нету, то до свидания. Так есть еще? Странная, в общем, реакция, я вам скажу. Что-то тут не чисто с коклюшем этим. Продолжение следует...